Как-то к отцу Серафиму в храм пришли муж и жена и стали его уговаривать. Батюшка, окрести нас. Только не записывай, что крестил, а то нас с работы уволят. Да, такое время тогда было. И паспортные данные нужно было записывать, где работаешь, где живешь. И родителей крестных. Каждого надо было записывать. А потом все это просматривал полномоченный. Батюшка был милостивый. Согласился окрестить их без записи. А за воротами в это время стояли представители органов. Они и встретили тех молодых людей. Ну что молодые? Зачем приходили в церковь? Что там делали? Те поначалу молчали, не хотели отвечать. Ну раз молчат, у священника спросим, почему молчат, откуда они? Да я не знаю, откуда отвечает отец Серафим. Не хочет своих крестников выдавать. Так они упрашивали не записывать их. Мол, с работы выгонят и все такое. Но оказалось, что у КГБшников с ними специальная договоренность была. Они целую историю из этого незаконного крещения раздули. Как не знаете? Они же окрестились только что. Вы же записывали, где они работают? Нет, я не записывал. Ах, вы не записывали. Почему? Да они упросили, чтобы не записывать. Я и пожалел их. Чиновник достает бумагу, оформляет протокол, что священника крестил людей, а в журнале не записал. Значит, не подчиняется гражданскому закону. И за это ему служить запретили. Только за это. Два года службы в храме не было. Так они тайно совершали службу по ночам. Собирались по два-три человека и служили. Прошло два года, как храм закрыли. Приближался престольный праздник Георгия Победоносца. Все прихожане сокрушались, что не будет службы в этот день. А власти уже определили. Хороший детский садик здесь будет. Семь квартир. Помещение храма просторное. Баня, пекарня, столовая. Площадка большая, колодец, два дуба. Всем стало ясно, что храму скоро конец. Но накануне, 6 мая, случилось нечто из ряда вон выходящее. При храме вместе с архимандритом Серафимом жили две москвички. И вакеленицы. Монахиня Иолия, она икону хорошо писала. И послушницы Евдокия, как и батюшка, тоже ссыльные. Батюшка в это время у себя в келье к празднику готовился. Каноны читал. А матушка Иолия на церковном дворе подметала. Вдруг увидели они. Открываются врата церковной окрады. И въезжают двое верховых офицеров в старинных невиданных одеждах на белых конях. Один постарше, другой помоложе. Этот первый такой величественный, красивый, ловкий. Спрыгивает с коня и, обращаясь к монахине по имени, отдает ей повод. Матушка Иолия, подержи повод лошадки. Я пойду к батюшке Серафиму. Она вся в трепете, упала на колени. Ох, милый, твоя лошадка сильная. Я не удержу ее. И ручки подняла, будто сдается ему. Тогда офицер отдал повод своему адъютанту. И ничего не спросив, пошел прямо в келью к батюшке Серафиму. Увидел его, стоящего на коленях перед иконами. А он немощной был, старенький. Подушки под колени подкладывал. И повелительно говорит ему. Отец Серафим, готовьтесь к службе. Сегодня храм будет открыт. Батюшка прямо отпрянул. Что за офицер? Откуда он появился? И слова у него такие сильные, богатырские слова. И голос красивый, мощный, чистый баритон. А слово-то село, как кравно, как приказ. И вдруг понял священник, что это был сам великомученик Георгий. В окно глянул, оба всадника ловко взлетели на коней и поехали. Только искры из-под копыт. А направились они после отца Серафима прямо в исполком города Самарканда. Великомученик Георгий оставил своего адъютанта у входа с лошадьми. А сам зашел в исполком, минуя милиционеров. Те только встретились с ним глазами. Но ни слова ему не сказали. Не спросили, кому и откуда. Георгий Победоносец прямо на второй этаж. Мимо секретаря, которая тоже онемела. Ни у кого ничего не спрашивая, открывая дверь в кабинет председателя исполкома и, называя его по имени, говорит, чтобы сегодня же храм великомученика Георгия был открыт. Иначе будете наказаны без помилования. Председатель исполкома был страшно напуган появлением невиданного офицера и его словами. Иначе будете наказаны без помилования. А тот поворачивается и уходит. Хотел председатель задать ему вопрос. Кто вы? Откуда? Но не смог слово выговорить. Не мог в себя прийти от необыкновенной силы приказа, который отдал незнакомец. Глянул он в окно, а тот уже в седло садится с необыкновенной легкостью. И только искры из-под копыт. В страхе берет чиновник телефонную трубку, звонит уполномоченному по делам религии. Срочно пошлите наручного в храм великомученика Георгия, чтобы сейчас же открыли храм, а распоряжение напишите после. Некогда было даже писать. Такой страх его взял. Уполномоченный немедленно послал своего помощника. Через 15 минут он был отца Серафима. Открывайте храм, служите свободно. На следующий день председатель исполкома приехал на машине к отцу Серафиму. В доме есть какой-нибудь начальник? А как же, есть. Можно посмотреть на его фотографии? Батюшка выносит ему фотографию ташкентского епископа в Клобоке. Нет, не тот. А еще выше есть у вас кто-нибудь? У меня вчера ваш начальник был. Офицер такой, о, с такой властью приказал, чтобы срочно храм открывали. Иначе, говорит, будете наказаны без помилования. Сразу видно, начальник. У батюшки слезы потекли. Он слово выговорить не смог. Только вынес старую икону великомученика Георгия. Верхом на белом коне. Председатель исполкома Кагляну. Он. У меня вчера он был. И тоже прослезился. Многие были свидетелями этого удивительного, просто потрясающего события. Как Георгий Победоносец храм открыл. И батюшка Серафим, и учитель Георгий, и монахиня Иулия, и милиционеры, и секретарь-машинистка. Я сам был в госполкоме и слышал эти рассказы. И прихожанам нашим история эта хорошо была известна. Только вот рассказ самого архимандрита Серафима, увы, услышать не довелось. Немного не застал я его в живых. Он предстоялся ко Господу за 20 дней пред тем, как мне приехать в Самарканд. Слава Богу за все!